у них чувство пустоты и безысходности внутри находится тоска депрессия независимо от того что находится на улице какие у них дела дома есть у них деньги или нету потеряли мне работа или только устроились это к сожалению так устроена психика у невротика у невротика так устроено все в психике он не виноват стать и в этом что у него все плохо у него плохо у него безысходность ведешь разговор одну на любую тему там тебе нужно найти новую работу это невозможно в моем возрасте меня никто не возьмет у меня нет опыта работы рынок весь забит и так далее разговаривать бесполезно там хорошо бы тебе начать что-то новое в жизни как говорится бросай курить вставай на лыжи да нет ну ты что смысл какой не это не мешает и так далее и за что не возьмись люди несчастливые в браке в отношениях вот этот наш джентльменский набор люди которые ходят на нелюбимую работу бесполезно им что либо объяснять у них полный безысходность они не видят никакого просвета в жизни при этом это происходит только у них в голове теперь поподробнее в голове у нас там где находится центральная нервная система в частности в коре головного мозга находится мира трансмиттера давайте еще проще нейромедиаторы давайте еще проще гормоны так будет совсем понятно самый известный из них вы все знаете это серотонин дофамина но адреналин и все эти три известных вам гормона они отвечают за разные наши качества за состояние за настроение насколько мы счастливы или несчастны насколько мы жизнерадостны или унылы насколько мы веселы или грустны и так далее то есть нейротрансмиттера проводники нервных сигналов вырабатывается в коре головного мозга вырабатывается за счет солнца пищи метаболизма и так далее и они отвечают за наше состояние за наше настроение большинство людей когда входят в такое состояние когда им ничего не интересно им плохо или когда у них еще хуже депрессия они всегда имеют объяснение и здесь у кого-то мама умерла но кстати такая депрессия может быть называется реактивная депрессия то есть реакция на какой-то стресс здесь тут работу потерял здесь тут развелся ну и так далее и как бы в этом состоянии человек начинает себя чувствовать по-другому почему а друзья мои у нее не вырабатывается у нее нарушается метаболизм нейромедиаторов гормонов и поэтому у него в достаточном количестве гормона не вырабатывается он этого не понимает потому что он это называется психиатрия психологизации проблемы он придумывает объяснение своему состоянию всегда пьет потому что боль душит потому что жизнь несправедлива почему неплохое настроение а как у него может быть хорошее настроение когда в гондурасе такое творится как он вообще есть может когда в гондурасе неспокойно никак помните как мимино он говорит такую неприязнь лет испытывал и кушать не мог вот это вот состояние она же провоцируется вот здесь то есть на самом деле ничего не происходит вы живете своей обычной жизнью но или что-то произошло и из-за этого чего-то вы сейчас чувствуете себя плохо и думаете что это причина в том что произошло или что еще хуже это хроническая депрессия когда человек рождается в такой не очень благополучной эмоциональной семье где у всех все плохо жизнь несправедлива жизнь это боль все ходят грустные родители и они буквально генетически и своим поведением ребенка передают такое отношение жизни помните как в этом знаменитом еврейском анекдоте как у мальчика не закрывалась не закрывались глаза была короткая верхняя века и во время обрезания мы пересадили кожу с крайней плоти на верхние века и теперь у него веки закрывается он прекрасно спит но у него херовый взгляд на жизнь вот этот вот херовый взгляд на жизнь это есть о состоянии которое мы сегодня говорим многие люди они в этом живут они в этом рождаются и у них нет представления что есть другая жизнь где люди там веселятся радуются свете солнышко птички поют у них этого никогда не было в детстве и никогда нет и дальше то есть они это живут проживая думаю что жизнь так устроена и к сожалению они никогда не думают о том что у них просто так психика устроена что у них нарушение вот как я уже сказал метаболизма выработки нейромедиаторов и дело не в том что они там работу потеряли или они никак не вырвутся из коммунального рая или они не могут жить так как они хотят жить то как они объясняют состояние а проблема вся только в том что у них так настроены психические реакции что они все время плохо я кстати чтобы не быть голословным могу сказать что до 50 лет я сам так жил потому что вот мой диагноз с двд он предполагает сожалению не веселые отношения к жизни потому что у тебя как бы все время что-то не получается притом с детства с раннего ты привыкаешь тому что просто лузер что ты не можешь ничего достичь не может довести до конца ты все бросаешь это кстати касается отношений с людьми это отношение но ты например 13 лет братья провел развелся почему развелся на это такой неспокойный был просто но нервный собственно что и предполагается при этом диагнозе конфликтный обидчивый и так далее вот развелся и отношения которые у меня были я знаю что я сейчас говорю про себя многие думают про себя поэтому я собственно рассказывать тоже у людей строится на том что они не могут долго никого выдерживать то есть не складываются отношения их все на себя бесить раздражать или они наоборот обижаются и так далее мы уже говорили много раз что у невротика основные эмоции это чувство унижения чувство обида чувство несправедливости и он этим живет и конечно когда у него говоря такое то жизнь ему кажется достаточно тоскливой и грустный я как-то когда в питере выступал на лекции а питер славится тем что многие считают что это родина достоевского такая депрессивная достаточно это честно скажу питера обожаю депрессия там не увидел но на одной из первых лекций когда я после москвы заряженный захожу в такой грустный зал я сказал друзья мои вам бы на занавесе на сцене написать жизнь это боль и все засмеялись и дальше у нас прошло все гораздо веселее так вот многие живут чувством что жизнь это боль живут что есть вот это надо что вообще не для радости живем для совести то есть еще и чувство вины добивают и к сожалению многие люди не имея никаких объективных причин на то считают свою жизнь депрессивной тоскливой пустой и безысходной просто потому что они так себя чувствуют еще раз медленно не потому что не кто-то умер не потому что они всю жизнь страдали от чего-то они всю жизнь и сейчас даже когда вот вы меня слышите я надеюсь что вы меня слышите вы страдаете друзья мои не потому что во что-то произошло а потому что вы себя по-другому чувствовать не можете из-за особенности вашей психики то что касается реальных психотравм не могу мне вспомнить великого лучич как его зовут по-моему учить это знаменитый он по в америке живет хотя фамилия не хоть югославская человек у которого нету конечности никаких у него кроме туловище и головы по-моему есть вот кусок фрагмент ноги это то что во после великой отечественной войны в россии называли чек самовар это когда человеку отрывала на войне руки и ноги их привязывали ремнями к тележке вот они так и передвигались этот лучич имеет жену имеет детей и читает лекции и лекции его стоит 30 тысяч евро за одну штуку он миллионер еще раз медленно чеку которого но по представлению страдальцев но просто первый кандидат на не то что на страдание но суицид уже чё-то мелочится но какой смысл жить если в переходе милости просить до с таким набором или лучше умереть а он живет полноценной жизнью в принципе рассказывать всем людям за деньги кстати о том как так можно жить и жить счастливо не союз ничего нету я могу сказать что я например а сейчас ну сейчас я стал конечно меньше зарабатывать потому что лекция читаю только в интернете а до карантина до войны я хорошо зарабатывал но я помню когда в девяностом году мы гуляли в иерусалиме этот приехал в израиль в партии независимости то наш друг подошел какому-то дереву и говорит а вы знаете что на той неделе здесь эмигрант повесился от безысходности я тогда думал а как так какая безысходность что-то собственно хотел в миграции чтобы что чтобы тебе на подносе кроме каравая вынесли кучу денег дома работу с машиной что что может в жизни такого не произойти чтобы ты считал что жизнь на этом закончена и не имеет смысла я это почему говорю то что в то время я был просто нищий то есть они с тем сколько я зарабатываю сейчас я не то что меня в минусе был для меня например было ну как сказать деликатес это на выходные пожарить она уже жареная была вот это куру гриль который на вокзале не все покупают вот в израиле для меня это была роскошь потому что в будние дни я даже не мог все курицу купить я ел жопу индейки там так как есть блюд на рынке но в израиле продается индейку не жопа такая здоровая за как это честно говоря не совсем еда она стоила но типа там килограмм пол доллара вот вот я этим питался но или там овощами денег не было вообще но я был счастливый но как не счастливы конечно но бодрый веселый я не говорил что у меня безысходность и полная жопа потому что нету денег и не на что курицу гриль купить кстати спасибо хочу сказать своей исторической родине в израиле курицы гриль обязательно дают килограмм жареного риса что-то совсем не тоскливо себя чувствовал я таких примеров могу много рассказать когда человек вроде бы и работы не имеет ему тяжело в жизни у нее нет крыши над головой он живет но впроголодь как-то и он счастлив а потом когда он обрастает и работы и деньгами и домами и всем оставим он несчастлив я могу сказать что да как у меня достаточно дорогие консультации то я консультирую много людей богатых или как в россии их принято называть олигархов ну грустные люди многие депрессивные многие пьющие счастье это вот вы сейчас думаете мне бы ваши проблемы да мне того и денег бы подкинул вот я вам рассказываю этих людей видел живьем я с ними общался они далеки от радости далеки тем более от счастья многие из них как раз подходит под нашу сегодняшнюю тему о чем это говорит это в это что людей такой взгляд на жизнь далее есть гениальный рассказ андре муро кто не знает великий французский писатель называется висели изменяет память его продали сорок назад читал отель танатас это рассказ о том как один богатый очень человек разорился и решил покончить жизнь самоубийством вот в нам странно кажется да вот люди как бы лишаются денег и жизнь теряет смысл они тоже подходит под поднимание депрессии безысходности и пустоты ну вот и он уже хочет уйти из жизни в это время я сейчас давно не читал могу немножко приврать но сюжет примерно такой получает у себя почтовый ящик и письмо где ему предлагают за приличные деньги которые у него наверно еще остались поехать в шикарный пансионат где принято к ужину одевать мужчинам смокинги а женщина вечерние платья и где он незаметно уйдет из жизни но как бы вот он прекрасно проводит время там все красиво дорого и вкусно вот он там живет дамы есть и концерта музыка все что хочешь но когда ему просто вот засыпает и не просыпается я не помню подробностей ему это идея понравилась и он поехал в этот в это место заплатил за проживание и никто не знает когда кто умрет мы дальше идет рассказ о том кто туда попадает но почему люди вообще хотят уйти из жизни я сразу могу сказать что не хотят уйти из жизни потому что у них психика к сожалению склонны к суициду в основном это главная причина опять обиды непонимание но самый главный изъяна психический но вот и в какой-то момент он знакомится с такой же девушкой как он сам который тоже хочет идти из жизни по имени клара а тот типа жених бросил прямо перед свадьбой она тоже хочет умереть и они начинают другу поддерживать начинает общаться и они оба уже не хотят умереть они хотят жить дальше и они даже о чем-то договариваться что они отсюда уедут и они будут в обычной жизни нормально жить ну вот и они счастливые расходятся по номерам он идет к себе в номер а когда она идет к себе в номер она проходит мимо ресепшена и тут выясняется что она сама работает в этом доме отдыха в этом санатория потому что когда она проходит имя ресепшена то чек на ресепшене ведь то что клара в этой ночи газ будем давать 114 это где как раз этот герой живет и клара грустно идет дальше то есть клара освобождает от последних иллюзий как бы перед смертью что вот но ты был прав типа старик жизнь дерьмо вот и я тому доказательство то думал что мы будем жить вместе с него я тут работаю я за деньги получаю чтоб ты чистой совестью счастливый ушел из жизни я читаю шикарный рассказ вот я извиняюсь конечно но раз уж так слова пришлось о том что даже когда у вас есть объективные причины считаю свою жизнь безысходной и пустой и когда вам плохо из этой ситуации можно выходить всегда а уж как я уже сказал большинство людей даже не имеют для этого объективных причин у них просто устроена психика а как эту проблему решать мы тоже обязательно с вами сегодня обсудим но поехали у нас опять у нас очень скромный наталья директор она только голосом работает она показываться видимо не хочет на камеру наталья здравствуй вопрос от юлия из молдавии мне 35 лет мой старший ребенок 7 лет неизлечимо болен может скачаться в любой момент из-за не поддающихся лечению эпилептических приступов не говорит умственно сильно отстает вопрос как справиться без антидепрессантов со стеноневротическим синдромом появившихся в результате страха потерять ребенка и истощающего ухода за ним спасибо вот страшное письмо и очень тяжелой ситуации тут даже не знаю что сказать а я вам скажу ваш ребенок пусть проживет столько столько он проживет если он при этом будет иметь я понимаю это неуместное слово счастливое хотя бы скажу спокойную мать потому что ваш страх его смерти ему же тоже передается при этом он живет он не умирает но из-за того что в доме такая атмосфера из-за того что вы постоянно думаете о его смерти и боитесь ее его тоже ведь не весело живется понимаете наверное когда-нибудь он умрет но наша задача прожить эту жизнь и столько сколько в этой жизни времени есть как можно счастливее поэтому если вы без антидепрессантов обходиться не можете вы их должны пить это вопрос не выбора это вопрос медицинского показания это все равно что например я хочу сказать это очень важный момент чтобы все меня услышали если у вас температура 39 39 и 5 и вы говорите не люблю таблетки но помрите тогда потому что температура будет 41 вопрос помрете скорее всего и вы же лечитесь вы же принимаете таблетки какой-нибудь аспирин или что-нибудь еще так вот друзья мои депрессия это не душа депрессия это то же самое что все остальные части вашего организма это биохимический процесс в коре головного мозга связанный как я уже объяснил с нарушение метаболизма нейротрансмиттеров и не надо говорить себе и себя уговаривать что одно дело перелом ноги другое дело грипп привет вирусная пневмония двухсторонняя а это типа душа какие таблетки о чем вы говорите это ваша психика вот здесь она находится здесь эти находится мышцы сердечные а то что мы называем душой находится вот здесь так вот когда там идут нарушения такие же как нарушения вирусной или бактериальной на первых то что температура вызывает это требует медикаментозного лечения но не я не вы не должны принимать такие решения вы должны идти к врачу врач называется психиатр для пугливых он называется врач психотерапевт тех кому неприятно слова психиатр выговаривать хотя это одно и тоже вы рассказывать о своем состоянии он говорит если у вас клинические депрессии или нет если она подтверждается врачом то он вам выписывает препараты я мощность советую это сделать чтобы и у вас и у ребенка была бы относительно сносная жизнь я не говорю счастливая но невозможно добиваться от матери в такое состояние и ребенка какой-то радости но хотя бы спокойствие хотя бы ребенок будет чувствовать себя спокойнее и то время которое нам так сказать отпущено для жизни вы просто хорошо проживете а не думая все время о смерти понимаете поэтому я понимаю что он тяжело этот синдром переносить поэтому сходите к доктору и если он решит то я очень уверен очень надеюсь что антидепрессанты вам должны помочь и если вам для себя этого делать не хочется сделать это для вашего ребенка татьяна спрашивает полностью утерян смысл жизни ощущение что все кончилось многих 50 говорят что жизнь только начинается я же бреду бесцельно не за что не за что зацепиться сын вырос личная жизнь закончилась работа обычная а внешне все нормально что делать вот это переосмыслить отношения к жизни дело в том что кто это писал татьяна дорогая видимо вашей жизни произошла деформация самого начала вы делали ставку на брак на рождение ребенка и видимо пытались всю жизнь посвятить чему-то а когда это что-то выросло то смысл был утерян во первых хочу сказать для всех друзья мои смысл жизни в самой жизни еще раз медленно жизнь и является сама по себе смыслом никакого другого смысла жизни быть не может но в здоровом смысле потому что если в нездоровом то как сказал арафат смысл революции но и ленин тоже ему подгавкивал но если вам совсем прямо не живется считается что смысл революции смысл жизни в том чтобы хорошо жить радостно счастливо получать от жизни удовольствие это и есть смысл жизни по когда человек не находит себя в жизни не находит смысла он начинает искать какие-то другие смыслы дети работа деньги все что угодно и когда там не складывается жизнь второй раз уже начинает терять смысл первый раз когда ее и не было его нашел себе его не было смысле смысл другой авто тут и второй не оправдался я знаю таких женщин много дети растут они не так нуждаются в матери матери жить больше нечем и тут начинает все рушится татьяна у меня моложе что что чем вы говорите какой потери вообще-то когда жить начал стать после 50 подумайте об этом у вас просто нарушены все ценности жизненные к сожалению еще есть одна проблема очень многие люди вообще никогда не имели интересов жизни но я знаю чем говорю меня вот брат мне кажется такой же научился учился работал работал и когда тут что-то но не происходит там с работы проблемы например да то вдруг выясняется вообще ничего не интересно и тоскливо и пусто потому что и раньше был точно так же то есть есть какие-то интересы я не знаю музыка машины искусство кино театр но сами добавьте да полно интересов коллекционировать спичечные корабли бары коробки и бабочки чего хотите и ну хоть что-то есть люди которые просто интересно ну например моя дочь во время карантина 50 тысяч рублей потратил огромные деньги 50 тысяч на платные лекции не на моих сожалению чужих людей так вот это вопрос о том а кому что интересно есть люди пустые они тоже не виноваты что они пустые им не вложили в детстве родители ничего в голову поэтому они просто живут по привычке и когда эта привычка нарушена той пустота ничем не замечается и жизнь резко теряет смысл так вот я вам хочу сказать постарайтесь хотя бы минимально начать искать жизни интерес каким образом рассказываю спрашивать что вы хотите первое правило и стараться то что вы хотите делать может быть вам придется сначала трудно вы не привыкли вы привыкли прийти домой закурить включить телевизор и дальше как животные капая слюной на пол ужинать не отрываясь от экрана мальчики футбол хоккей девочки сериала и пенсионеры как правило новости сериала тоже но такие немножко полу животные полу овощная жизнь если вы в тупике из-за этого любимый сериал закончился не надо ходить вешаться надо просто спросить а может быть есть что-то что мне еще нравится и не как пассивному зрителю а как активному участнику и я хочу сказать в жизни очень много интересного чем мы даже не догадываемся вот простой вам пример привожу вот я сижу в москве у меня просто много работы я никуда не езжу люди сами своей головы сколько музеев сколько выставок все есть интересные ночи многие с детства не привыкли ничего генерировать своей голове никаких интересов не было кстати дорогие родители если вы такие родители которые сажают ребенка перед экраном и уходят там своими делами заниматься вы имеете опасность что ваши дети вырастут пустыми и ничем не интересующимися потому что эту жвачку им давали всегда чтобы они лучше ели чтобы они лучше как или чтобы они лучше спали чтобы они свободное время чем-то забивали а за мамкой не бегали и вот теперь они вырастают они привыкли что все ему фильм включает или игры какие-нибудь и все они получили ребенка интересом больше это опасно у дети ваши должны два часа в день иметь свободное время которое не должны сами себе придумывать подумайте об этом ольга спрашивает здравствуйте михаил я бесплодна не получается забеременеть любым способом не представляю жизнь с мужем без нашего общего ребенка как принять ситуацию ситуация принять может двумя способами первый дальше пытаться там и не знаю коделать подсаживать я не гинеколог поэтому я на этом закончу а второй установить ребенка взяв его из дома ребенка сделать счастливого себя и брошенного ребенка я считаю что у нас не может быть бесплодных матерей если есть беспризорные дети которые нуждаются в семье но здесь начинается это обычно не женская мужская тема под голос крови это не мой ребенок а это но как сказать не мой наследник он чужой и так далее я конечно против таких экспериментов на живыми детьми но обычно всех потом любят но я против экспериментов я еще раз повторяю если ваш муж против то не экспериментируйте потому что если этого не хочет а вы ребенка но во-первых не можете взять без мужа но силы он пойдет у вас на поводу если он вас из петли вынет и скажет что случилось у нас ребенка нет я жить больше не хочу сказать черт с тобой бери с детского дома а потом не взлюбит его к бедного ребенка лучше пока не трогать вот если вы будете ходить в дом ребенка это знак как процедура выглядит это ведь и подавай как магазин прийти ребенка выбрать вы приходите знакомитесь с детьми у вас как каким-то детьми химии происходят контакт вы с ним дальше общаетесь если вы и ваш муж вдруг почувствуете потребности чтобы этот ребенок был ваш они вы его навещали в детском доме то все будут счастливы подумайте об этом светлана прожила с любимым 12 лет есть общий сын 7 лет сын его очень любит и я тоже люблю мужа но он ушел в другую которую четверо детей от разных отцов как пережить такое как научиться жить без мужа как все объяснить сыну как можно менее травматично значит это сложный вопрос потому что обычно никто просто так не уходит я люблю об этом поговорить но наше письмо не об этом мы сейчас не будем разбирать почему это произошло и можно было догадаться об этом раньше значит а до тех пор пока это был ваш муж у вас было к нему отношения как своего мужа теперь когда он от вас ушел другой лучшем случае вы сохраните с ним какие-то отношения мама и папа по отношению к вашему ребенку значит ребенку надо объяснить видимо что мама с папой вместе не живут потому что папа ушел другой почему не знаю не захотел жить тут ребенок спрашивает что мама отец со мной жить не захотел ты скажешь ты нет со мной сынок к тебе это не имеет отношения папа не захотел жить с мамой они с сыном поэтому ушел если вы и хватит вам мудрости выдержки с вашим бывшим мужем договоритесь то вы сможете сделать так чтобы а ребенка был отец доступен всегда но этот не очень непросто мы не знаем какие мысли в голове вашего бывшего мужа какие у него кстати отношения с сыном тут еще любопытный момент вот живет семья все в наличии отец мать и дети бывает так что никто никуда не уходит но отец на ведь и давно забил вообще никогда имя не занимался он у нас деньги зарабатывает у вас глава семьи мы с ним пыль стряхиво когда он работает все ходят на цыпочках когда он спит после работы все тоже тихо себя ведут и он никогда не принимает участие во воспитании детей ну вообще-то сказать он же деньги на заработок и вот такой папаша значит разводится с мамой уходит другую семью и мама начинается стенами под названием вот теперь мы лишили детей отца затем хочу что сказать что это их отношения это отношения отца и ребенка и это никак не должно зависеть от того какие у вас отношения с вашим мужем а до до ребенка конечно поменялось то что отец с ним не живет отец живет другом доме но суть отношений близкие отношения не близкие отношения а ребенок делится с отцом не делятся ребенка отца приводит там на день рождения, показывает он глухонемой, дальний плавание капитан и так далее. Это не должно зависеть от ваших отношений. Поэтому, если у отца с ребенком были хорошие отношения, то из-за того, что вы развелись, они не пострадают. Если никаких не было отношений, ну да, было присутствие физически в доме, теперь его не будет. Подумайте об этом. Анна спрашивает, Михаил, как мне прийти к суициду? Ответ простой. Подти к психиатру и стать суицидальные центры. Как мне прийти к суициду, если человек считает, что у него к этому есть предрасположенность, суицидальные мысли, например, еще хуже суицидальные попытки. Во-первых, вы должны сказать себе, что жизнь не говно, а у вас просто жуткий невроз и суицидальные наклонности. Я вам приведу простой пример. Давным-давно на одной из радиостанций, не будем напоминать какой, позвонила девушка и сказала, Михаил, «У меня есть парень, и парень сказал мне, что если я его брошу, он выбросится с крыши». Вот прямо сейчас полезет на крышу, и оттуда будет падать и убиваться. Я боюсь его смерти, я боюсь брать грех на душу, я его больше не выношу. Вот что мне в этой ситуации делать? Я ее спрашиваю, и говорю, женщина, девушка это была, девушка, а что, я правильно вас понял, что по словам вашего парня, все парни, от которых уходит девушка, сразу лезут на крышу? Она говорит, нет. А давайте тогда какую-то логику минимальную включим, вы же только что сказали, что как вы сами думаете, если вы уйдете, он умрет. И тут же вы говорите, нет, мне все, некоторые дальше живут счастливо. Значит, может быть, дело не у вас, она говорит, а в чем? Она говорит, в том, что он хочет умереть, а вы ему нужны для того, чтобы, кажется, вас морально с собой захватить, чтобы вы себя чувствовали виноватой. Она говорит, но если я уйду сейчас, и он умрет, я же буду виновата? Я говорю, нет. Только что мы по кругу уже пошли, да? Ведь не все же умирают, не все. Не все лезут на крышу, не все. Значит, вы не виноваты, не виноваты. Если после того, что я от него уйду, он умрет, я же буду уметь, что из-за меня? Я говорю, нет. Как повод может быть, как причины нет. И еле-еле я его говорил, чтобы она его оставила в покое, но человек хочет умереть, пусть умирает. Кстати, по-моему, в Китае не разрешается спасать людей в суициде, чтобы не мешать, так сказать, карми их в жизни. Вспоминается любимый анекдот. Жена выезжает в командировку и звонит из командировки мужу. И говорит, дорогой, как у нас дела дома? Он говорит, так же, все хорошо, но твоя кошка сдохла. Ну, жена в истерике бросает трубку, муж перезванивает. Что ты трубку бросаешь? Она говорит, сволочь, кто так вообще людям сообщает о смерти? Что я не так сказал? Ну, ты должен был меня подготовить. Так же нельзя людям говорить прямо в лоб, вот кошка моя любимая сдохла. А хорошо, как мне сказать? Наша любимая кошечка пошла играть на крышу. Сломала, а упала, сломала лапку, мол, ты ее к врачу отвез. Врачи долго боролись за ее жизнь, но спасти не удалось. Муж говорит, слушай, я понял, прости ради бога, я так больше не повториться. Буду тебя подготавливать. Ну, она успокоилась, говорит, ну ладно, как мама. Муж говорит, мама, по-моему, лезет на крышу. Поехали дальше. Ольга спрашивает. Меня зовут Ольга, 31 год, проживаю в небольшом провинциальном городе. Я уже 10 лет одна, без каких-либо серьезных отношений. Друзей с возраста становится все меньше. В последнее время охватываю чувство паники, что так я состарюсь одна. Но при этом понимаю, что меня никто из окружающих не привлекает, нет никаких целей в жизни. Страшно, что жизнь так и пройдет. Работа, дом, работа. Подскажите, с чего начать, чтобы как-то вернуть смысл и радость жизни? Спасибо. Ольга. Да. Оля, дорогая, вот я, предположим, ваш потенциальный жених. Приезжаю в ваш город. Во-первых, вы меня уже заранее не любите. Вы же сами сказали, что Глазова, как там написала Ольга, ни на кого, никто не нравится, да? Никто не нравится. Оля, я вам тоже не нравлюсь, вам же никто не нравится. А как вы будете знакомиться? И вот секрет, как я 10 лет одна, да просто. А мне никто не нравится. Поэтому я одна 10 лет. А то уж думаете, может, какая-то другая есть причина, почему некоторые 5 раз замуж вышли, а вы 10 лет одна. А вам никто не нравится, вам это пишите прямо. Второе. Мы с вами все-таки, вы как-то вот, закрыв глаза, вот как-то отворачиваете, ну черт с вами, Михаил, давайте познакомимся. Меня от вас тошнит, но у меня такая паника, мне так плохо, я даже готова, даже вот такое говно, как вы, честно. Иначе мне только вот в петлю лезть. Поэтому давайте с вами мутить что-то. Вот таким подходом, Коля, ну вы вообще в своем уме. То есть, вы говорите, я вообще не люблю все это. Ни мужиков, ни отношений, может, секс не люблю. Но вот у меня такое состояние, хоть мне все и не нравится, но вот что делать. Коля, я понимаю, что я сейчас утрирую, да? Если говорить серьезно, вы потому и одна, что у вас вот, к сожалению, очень негативный взгляд на жизнь. Откуда это взялось, я не знаю. Может, мама вам рассказывала в детстве, что мужики, это полная гадость. Может быть, у вас такой опыт был негативный, у самой, что вы глубоко разочарованы. Я понятия не имею, почему. Но мужики, как и женщины, все разные. Бывают хорошие, бывают плохие. Бывают, с которыми вы можете быть счастливы, а бывают, которые не могут быть счастливы. И так далее. Я вам советую, прежде чем так убиваться, во-первых, спокойно поговорить о том, а что вы так, собственно, паритесь, что у вас 10 лет никого нету. Что? Паника из-за чего у вас? Ну, нету и нету. Или вы не самодостаточны. Или вы всю жизнь думаете о том, что единственное, что бы вы хотели, чтобы рядом был мужчина, а этого не происходит, и жизнь поэтому теряет смысл. В этом ситуации вам надо идти к психологу, который вам немножко поставит мозги на место. Вот давайте поговорим о вас и обо мне. Вот у меня есть женщина или нет женщины, никак не сказывается ни на смысле моей жизни, ни на моей самооценке, ни на том, счастлив я или нет. То есть я достиг такой нирваны, что я могу играть, могу не играть, могу копать, могу не копать, могу жить один, могу жить не один. Это не принципиально, никак не влияет на то, насколько я счастлив. А у вас другая проблема. Вы с одной стороны глазом, так сказать, отдохнуть не на ком, никто не нравится. С другой стороны, одна я жить тоже не хочу. Во-первых, как у любого невроза, налицо внутренний конфликт. Еще раз медленно. Одна я не только не хочу, у меня уже прямо страх начинается, но мне при этом никто не нравится. Но если мне никто не нравится, я, собственно, поэтому и живу одна. Вам надо порвать этот порочный круг противоречий внутреннего конфликта. Каким образом? Идти к психологу. Светлана спрашивает. Здравствуйте, Михаил. Недавно рассталась с парнем и через некоторое время вернулась к нему. Сейчас чувствую безысходность и отчаяние. Не понимаю, зачем я вернулась. Как помочь себе не завязывать в этом болоте еще больше? Как справиться с отчаянием? Спасибо. Парни в покое. Оставьте для начала. Как сказал Челентано в фильме «Блеф», когда они с Энтони Куином бежали из тюрьмы, он сказал великие слова. Но имею в виду тюрьму. Он сказал, мама говорила мне, сынок, не возвращайся на места, где был счастлив. Не возвращайтесь на места, где вам было плохо. Валите оттуда для начала. И, друзья мои, вы видите, это уже второе письмо на похожую тему. Научите жить без мужчин, женщины. А вы, женщины, мужчины, научитесь жить без женщин. Я люблю и мужчин, и женщин. Я не говорю, что так надо жить, что пошли все нафиг. Нет. Я говорю, научитесь жить без них. Тогда у вас будут счастливые отношения с женщинами, с мужчинами. Будут они в вашей жизни или не будут? А здесь такая зависимость, жуткая, что одна я вообще жить не могу, от безысходности. Я влезаю в свои старые отношения, а там ничего хуже. Еще любопытная деталь. А кто вообще так живет? Так живут люди, которым в детстве... Я, как правило, я сейчас не хочу про всех сказать, но в 85-90% случаев это люди, которым в жизни не хватало родителей, не хватало внимания, не хватало тепла. И они все готовы отдать за отношения. Отношения для них это самая главная ценность. И даже когда им плохо в этих отношениях, они все лезут в эти отношения. Потому что так хоть что-то в их жизни есть, чего не было в детстве. Это лучше, чем одиночество. И вот история о том, что я вернулся к своему бывшему и усугубила свое состояние, это история о том, что лучше вот так, чем вообще быть одной. На самом деле, лучше, конечно, быть одной, чем быть несчастливой с кем-то. Подумайте об этом тоже. Татьяна спрашивает. Добрый вечер, Михаил. Это нормально, что когда ты живешь с мужем, у тебя хорошая работа, но ты чувствуешь себя не в своей тарелке. Охота все бросить, уехать подальше, быть одной. Нет, во-первых, я никогда не жил ни с чем мужем. И даже своего никогда не имел. Поэтому я не могу сказать, нормально это или нет. Ненормально то, что вам плохо с ним, и вы с ним продолжаете жить. Если вы хотите от него уйти и пожить одной, так поживите. Более того, американцы придумали такую интересную психологическую вещь, когда у людей системная проблема в браке или в отношениях. То есть, не кто-то изменил кому-то, и тут скандалы, и так далее. А вот, знаете, за дня в день повторяется состояние, когда вам плохо. Ну, не знаю почему. Но вы не готовы разводиться. Тогда американцы говорят, поживите три месяца раздельно. При этом, есть три правила. Вы не можете заниматься сексом друг с другом. Вы не можете выяснять отношения. И вы не можете говорить друг про друга вообще ничего. Вы можете, особенно если у вас есть дети, вместе проводить время, гулять, ходить в кино, ужинать. Но вы не трогаете секс, ваши взаимоотношения, вот эти разборки, что было, что будет дальше. И говорит, вот ты скотина, да сама говно. То есть, друг друга вы тоже не обсуждаете. Попробуйте так. Дарья спрашивает. Добровечный Михаил, у меня такая ситуация. У 16-летнего сына в ближайшее время состоится рассмотрение судебного уголовного дела. Решается его дальнейшая судьба. Я беременна третьим ребенком. В состоянии стресса живу уже 4 месяца. Долги неимоверные. Стараюсь не опускать руки, но с каждым днем все хуже. И ситуация усугубляется. Как мне с этим справиться? Вам надо что-то отпустить одно. Я понимаю, что вы мать и вы одновременно страдаете за всех детей, включая того, который в утробе еще находится. Но вы же не можете всех сделать несчастные. Поэтому, видимо, 16-летний пусть сам уже за себя отвечает. И, ну, я не знаю, можете вам помочь или не можете, но то, что будет, то и будет. А вы должны думать о тех детях, которые у вас есть и те, которые у вас должны появиться. Будем считать, что это есть так. В юриспруденции это называется частичная эмансипация. Когда 14 лет ребенок уже отвечает и по уголовному закону, в частности, за свои поступки. Будем считать, что вашему 16, он как-то сам будет справляться с этой проблемой. Может быть, еще и обойдется. А если вы будете распыляться, страдая за старшего, это будут проблемы у вашего среднего и когда появится младший. Поэтому я бы на вашем месте с Крюрки в мелкие занялся бы. А 16-летний пусть сам из себя позаботится. Наталья спрашивает, Михаил, у меня сложная ситуация на работе. Руководитель неадекватный деспот. Испытываю колоссальное давление. Имеет место прилюдное оскорбление, дискриминация, дискредитация. Пытаюсь отстаивать права, но от этого еще хуже. Она мстит и добивает. Работы, зарплаты устраивают. Уйти в данный момент не могу. Подскажите, пожалуйста, как строить отношения с таким руководителем? Как вести себя, чтобы проработать еще несколько месяцев? Руки опускаются. Уйти. Дело в том, что из письма непонятно, почему вы не можете уйти. Но, если вы найдете себе другую работу, любую другую работу, которая вам не так нравится, эти условия, то вам будет на что есть. Все остальное это лирика. Дело в том, что 90% страдальцев как-то объясняют, как сказал еще Достоевский, среда заела. Тут им надо выплачивать кредит за квартиру. Здесь они взяли суда на машину. Здесь у них ребенок учится в дорогой школе, а мы еще поступаем. Здесь надо выезжать на море два раза в год, поэтому я вообще это говно терплю. Но это же ваш выбор, друзья мои. Или вы мне должны сказать, что если вы уйдете с этой работы, но другую, ваша жизнь рухнет, людям нечего будет есть. Я не знаю, письмо короткое, я не знаю, у меня нет другой информации. Если это не вопрос жизни и смерти, просто валите с этой работы и все. Значит, вместо черной икры будете есть черный хлеб некоторое время. Дело в том, что очень многие люди терпят унижения только потому, что им кажется, что у них нет выхода. Вот вчера ночью была передача, у меня есть любимый канал, называется время. На кабельном телевидении он показывает всякое старье за 50 лет первого канала. И там между передачами такой есть татарский чтец, который рассказывает про каких-нибудь художников, актеров прошлого. И был такой знаменитый портретист Тропинин, который много там кого писал. И он и в Третьиховке, по-моему, и в Русском музее везде висит. И этот Тропинин был крепостной. Но так как он очень хорошо писал портреты, то друзья его, а у него жуткий был хозяин, я не помню, как его звали, дворянин, вообще был мелочный и никого не отпускал. И уже чуть ли не император, вообще все говорили, слушай, отпусти-то Тропинина-то. Что-то в крепостных держишь. И когда Тропинин какой-то шедевр очередной сделал, ну, надавили уже на дворянин, говорят, тебе стыдно будут, великий художник, и все будут знать, что он у тебя был в рабстве. Он его отпустил. И Тропинин читает вольную свою, там, знаете, что написано, что он может идти на все четыре стороны, а его сын остается в рабстве. Вот это, я понимаю, проблема с работой. А у вас не проблема с работой. У вас проблема с тем, что вы себе, если, может быть, обращение заранее не всей информацией владея, но если это не вопрос жизни и смерти, то просто вам кажется, что вот надо за квартиру вот еще три-четыре месяца напрячься и пошла она куда. Был такой случай у меня в практике. В девяностые годы ко мне приходила братва на прием в большом количестве. Ну, потому что у братвы были деньги. Особенно вот эта, как она у нас называется, в Москве-то, наша любимая. Солнцевская. Солнцевская. Солнцевская просто как родные были. Ходили через день. Ну, кто мог позволить, кто-то ходил. И вот однажды пришла ко мне женщина и говорит, Михаил, хочу развестись, но хочу еще под занавес немножко денег накопить. Вот думаю, если я еще три-четыре месяца не разойдусь, тысяч двести баксов прилипнет. Точно. Я говорит, вот знаю козла, знаю где бабки, знаю где взять. Вот еще вот как-то вдохновите меня, что ли, дайте мне силы. Там уже полная задница, потому что, ну, братва, она люди простые на самом деле. Чуть что не так по морде, то сюда жить невозможно уже. И она пришла с этим, что невозможно больше жить. Ну, аж такая хитрая, она же умная, она говорит, Михаил, вот два-три месяца не продержаться, я такие бабки оттуда унесу. Вам вообще не снились. Мне тогда не снились, у меня одни долги были, я помню, да. Приходит на следующий день, значит, у нее рука в гипсе и, как говорится, синенька под глазом, такой фингал на полморда. Я не помню, кстати, как ее звали, говорит, что такое. Ой, Михаил, и не говорите. Он каким-то образом узнал, то ли я с подругой разговаривал, прослушал, что вот я хочу забрать на дорожку. Во-первых, он взял, значит, разрезал ножом все мои четыре или пять норковых шуб. Во-вторых, избил меня. И в конце она сказала, какой-то был последний, какой-то очень дорогой шуб, уже, видимо, не из норки, с каких-то других животных, сунул в это самое, то ли в стиральную машину с порошком, уже от злости просто. Вот. Ну и все, ни развода, ни денег. Ну, то есть, развестись можешь идти, но без денег. Я говорю, видишь, к чему жадность-то переводит. А уж либо вчера, вообще проблем бы не было. Поэтому, друзья мои, всех денег с собой не заберешь, у гроба карманов нет, знаете эти русские народные частушки, да? Поэтому расслабьтесь, если вам эта работа не нравится, и вас прямо унижает, орет на вас начальник, не надо дальше сидеть там за денег. Деньги того не стоят. Наталья спрашивает, мне 48 лет, живу в Москве, снимаю квартиру, своего жилья нет. Семьи нет, детей нет. Боюсь потерять работу, как затребовали справку о судимости, была условная судимость. Если предоставлю, то уволят. Что мне делать? Я бы сказал бы так, значит, если вы справку предоставить, ее вас уволят, то вам надо найти себе что-нибудь другое, кроме этой работы, где вас не уволят. Это первый сценарий. Второй, это мой любимый, я понимаю, многие будут думать, что я сейчас просто издеваюсь над бедными женщинами. Друзья мои, ну я-то как жил, а? Давайте еще раз медленно. Я сейчас сижу такой перед вами благополучной, и многие просто уже даже их бесит вот этот разговор, что типа такой совет даю, а займись бизнесом. Типа сам сколько займись бизнесом. А я вам расскажу про себя. Как я бычки на улице подбирал, потому что не было денег на сигареты, и так их ну штук вставляешь и куришь, чтобы не подцепить. Зарплата у меня была около 10 лет, ну так лет 8, 69 рублей. Ну, чтобы вы понимали, если на нынешние деньги переводить, это видимо порядка, вот зарплата, в России есть такая зарплата, у многих, я знаю, 7 тысяч рублей, 8 тысяч рублей. Вот. Я даже когда женился, моя жена два раза больше зарабатывала, чем я. И это было не день, и не два, и не год, это было около 10 лет. Ну, с такими деньгами я жил. очень бедно жил. И в какой-то момент я сказал себе, а сколько можно еще искать наемную работу? Тем более, я думал, кстати, в советское время, что я всю жизнь проработаю в школе, ну, зарплата как-то расти будет, стаж все-таки растет, потом учителям стали категории давать и так далее. Ну, и в Москве, особенно там уже, спасибо Юрию Михайловичу, Лужкову, там зарплаты были больше, чем в стране, там учителя и по 1000 долларов зарабатывали больше. Так вот, я мог дальше ныть и говорить, ой, ну, вы знаете, я же учитель, у меня еще дружок есть, сегодня с ним встречаюсь, он говорит, слушай, это несправедливо, что учителя или психологи так мало зарабатывают. Дайте денег одолжу. И одолжи мне 100 тысяч долларов, как сейчас помню. Вот. То есть, я также мог гордо бить себя пяткой в грудь, а раньше я народный учитель СССР, что мне плевать, вот эти ваши деньги, эти ваши бизнесы, мне тошнит. Но, друзья мои, когда буфетчица, а я работал в начальной школе, кидала мне в второе, в пюре, вторую котлету, она при этом говорила, если бы ты козел был бы моим мужем, это я из дома бы выкинула. Но она жалела меня, мне было лет там 20 с копейками, и от жалости кидала мне действительно вторую котлету. но она как мужика меня вообще не признавала. Если бы я еще рот открыла и сказала, типа, пойдем погуляем, я просто нахер бы послала. Потому что я в ее понимании вообще не мужик, который ни денег не зарабатывает, ноет о несправедливости жизни, о том, что бедные учителя работают за копейки, а это такой почетный труд, это такая уважаемая работа. Только давайте сразу на врачей сразу перенесемся, чтобы времени терять, и о них тоже потаскуем. Я такой, какое-то количество лет так пожил. Вот, кстати, когда я в Израиле работал, а я работал на очень крутой работе в мэрии Иерусалима, с полицией, вместе, тюрьмы, для подростков, колонии, трудные подростки. Я работал в компании, по-английски, это называется Family Medicine Service, это служба семейного посредничества, когда люди разводятся, и там вопрос с детьми, решает разделы имущества, переговоры. Я копейки зарабатывал. Но жалуйся дальше, если хочешь. Кстати, когда я попал, хотя Израиль это Восток, но для СССР это был Запад, у меня психика поменялась. Я перестал орать, что я член КПРФ, учителям свободу, врачам деньги, колхозникам землю, рабочим с завода. Это полный бред. Хочешь зарабатывать, иди и зарабатывай. Между прочим, те люди, которые сейчас, ну там, я не знаю, власти, и при деньгах, вы почитайте их рабочие биографии. Я помню, я охренел, когда я почитал, где родились члены Политбюро. Я таких мест на карте, не знаю, там в Уссурийской тайге, в деревне они родились. И стали, при всем, любом отношении и к большевикам, и к СССР, они что-то добились в жизни. Так вот, я вам хочу сказать, что я понял, что я так работать больше не хочу. Я помню, работал в Московской городской консультации семья и брак, государственной консультации. Но так как там было один из психологов, а деньги, да и люди были только у меня в основном, то приходил, я помню, директор консультации, ко мне в кабинет закрывала дверь, поднимала юбку, а дальше никакой эротики. Брала деньги, засовывала себе пчелок, чтобы ей волосы не выдернули другие работницы этой консультации. И мне это все надоело. Я стал работать на себя, ушел из государственной службы, ушел из школы, ушел из государственной консультации, семья и брак. Было тяжело, получал мало, всю жизнь, так сказать, долги были, но, видите, я работаю на себя и не жалуюсь. Поэтому вот эти разговоры все, это творится в пользу бедных. Но если СССР восстановит, может быть, опять к этому вернется. Но и в СССР это все было, были богатые, бедные, что там говорить, какая разница, какой строй. И при Брежневе, когда я жил, до Хрущева я еще мелкий был. Я помню, тогда были богатые, и тогда были бедные. Разрыв был, может, не такой, как сейчас. Поэтому мой совет, во-первых, перестать себя жалеть, во-вторых, начать просто что-то делать. Очень помогает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!